привет друзья это зимой альберт у нас на дворе 2018 год и на этот год у меня очень много планов по поводу того чтобы сделать несколько новых объектов несколько домов которые стоят либо холлсейлать либо флипнуть то сделать ремонт и перепродать и я решил записать несколько новых видео которые могут быть полезны людям которые будут делать свой первый объект свой самый там сложный дом на котором нужно сделать все ошибки значит вот здесь вот я решил показать несколько фотографий это фотографии все сделаны в мой первый буквально первое месяце пребывания в америке значит я делал вместе со своей женой из чью пара ребят я делал дом значит видите здесь мы меняем если не ошибаюсь или 15 или 16 окон нужно было поменять то есть нам холм дипа выдала наш заказ я как раз вот забираю его справа вверху видно мы делаем из 3-бэндромного дома мы делаем 4-бэндромный дом значит добавляем одну новую спальню значит внизу видно если там вы разбираетесь это мы строим стенки в бейсменте для того чтобы сделать плюс еще одну ванную комнату с душем туалетом потому что это увеличивает value дома и справа фотография на которой моя жена моя самая лучшая в мире жена которая взяла дело фонарика дело костюмчик малярский и она в данный момент шпаклюет там какую-то стену ребята если вы собираетесь делать флип это будьте готовы что вам самим нужно будет очень здорово испачкаться вам нужно будет красить вам нужно будет что-то прикручивать вам нужно будет что-то сносить ломать снова строить возможно менять какие-то переделать свои какие-то ошибки они обязательно будут нормальная ситуация этим этим видео я хотел вам просто как бы привести пример что возможно для многих людей первый дом окажется не столько прибыльным как они рассчитывают и возможно он даже вообще будет неприбыльно это вообще не страшно это это не беда если у вас там с первой сделкой что-то пойдет криво что-то пойдет не так почему возникла идея этого видео потому что несколько людей мне за последнюю неделю задали вопрос я вот что-то нашел какой-то объект и там нужны какие-то такие-то ремонта как мне определить какие ремонты я смогу сделать сам какие для каких мне нужно нанимать людей и смогу ли я это сам осилить если я там не знаю местных билдинг кодов и все прочее значит смотрите билдинг коды это довольно простая вещь и самое главное что вся эта информация о билдинг кодов и его требованиях к строительству и к ремонтам все это можно найти давайте я вам сейчас найду пример значит допустим у меня ситуация такая мне нужно во флориде в эскамбе аккаунте найти какие работы подлежат разрешению пермитирования какие нет я забиваю фразу примите им и дальше называете кантин называете штат в котором вы ищете объект забили и первый сайт который вы найдете это будет скорее всего один из официальных сайтов который принадлежит либо сети либо билдинг департменту либо каунте мы там до конца заходим и читаем первым тем то есть разрешение на проведение каких-то работ либо строительство скамбе аккаунты требуют для того чтобы вы соответствовали законодательство да 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 значит заполнили аппликацию и эта аппликация требует чтобы найти нотаризированная подпись была нотаризированная подпись это автограф ваш на документе когда вы предъявляете свой айди что вы это вы то есть ваша личность идентифицирована и мы будем счастливы вам предоставить технишина ну то есть специалиста от каунте инспектора когда он имеет возможность значит запись то 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 вот письменное уведомление требуется для любых работ стоимость которых составляет 2500 долларов или более сертифицированная копия должна быть предоставлена HVAC HVAC это аббревиатура означает означающая heating ventilation air condition то есть это все что связано с отоплением с кондиционированием воздуха ну то есть система воздуховодов значит работа с HVAC значит требуют уведомления permitting когда стоимость работ 7500 долларов или более дальше это просто можно заскриншотить значит permit требуется для всех работ которые связаны с air кондиционерами инсталлирование либо изменения существующей системы кондиционирования воздуха почему так потому что кондиционирование воздуха в конце концов упирается в безопасность и здоровье людей которые проживают в данном здании и это также связано с электричеством поэтому все что связано с электричеством с безопасностью здания с здоровьем людей практически все это упирается в permit следующий второй пункт aluminum structure то есть всевозможная алюминиевая конструкция screen room и карпорт и pool enclosure etc то есть все навесы для автомобилей навесы над бассейнами и так далее все что имеет алюминиевую конструкцию третий пункт demolition permit то есть permit на снос каких-либо структур например если вы хотите пол дома разрушить и построить там большего размера помещения это требует permitting снос стен каких-либо это нужен permit снос гаража и постройка гаража на большее количество автомобилей требует permit следующий пункт электрические базовые работы изменения либо добавления существующих электрических линий либо контуров добавление каких-либо потребителей на электрическую панель дальше подключение какого-либо оборудования либо апплайенсов плит там холодильников и прочего оборудование это могут быть хитера это могут быть кондиционера это могут быть электрические какие-то нагреватели там где-то в общем любое устройство которое вы таким образом подключаете на постоянный потребитель и которая ну как бы нагружает электрическую сеть требует permitting следующее electrical service change изменения какие-то изменения на электрической панели from users to circuit breakers то есть замена каких-либо предохранителей вот этих вот брейкеров которые выщелкиваются когда короткое замыкание происходит либо обновление ну как бы на более высокий рейтинг переведения электрической панели я не очень точно знаю что это такое но насколько я понимаю это добавление добавление новых брейкеров в систему так mobile home permit перемещение либо установка нового мобил хома требует permit дальше plumbing fixture permit то есть всевозможная работа с канализацией водопроводом перемещение любых каких-то конструкцией этого ванной шауэра ну душа wear pull tab этого как джакузи по-русски да или shower pen pen или base мы называем подставка для шауэра дальше ри руфин пермит работы с крышей ри руф грейты дэн 4 square если вам нужно заменить на крыше черепицы площадью больше чем общая площадь работ больше чем 4 квадратных фута то нужен пермит я не думаю что кто-то будет прям с рулеткой мерить но если вы видите что там маленькую дырку надо заделать и размер работ небольшой вы можете самостоятельно это исправить но если работа по крыше большая допустим половину крыши нужно заменить черепицы то уже нужен пермит дальше резиденшал пермит построили создание стройка нового здания или любого добавочного 1 2 3 family dwelling unit то есть строение на одну две-три семьи следующая септик и север пермит септик это как бы устройство которое закопано в землю накопитель для всевозможных отходов канализации которая там дальше их распределяет и в почву они просачиваются север это городская канализация и так работы септиками городской канализации всевозможная работа с канализацией требует пермита для перемещения существующего септик танка и присоединение к канализационным городским городской канализации значит почему это важно потому что как бы септик это источник возможного потенциального загрязнения или заражения земли поэтому здесь работа должен производить только квалифицированный персонал дальше софиты фасция и сайдинг то есть это всевозможное наружные наружный пластик на здании но либо металл либо пластик значит building permit требуется для перемещения софита фасций также как и сайдинга то есть если у вас замена допустим на одной стене сайдинга для этого нужен permit то есть просто скинуть старый пластик это вы все можете сами сделать а для того чтобы установить новый вам нужно приглашать человека который придет получит permit и установит вам это все дальше swimming pool permit плавательный бассейн если он грунте если он виниловый либо цементный то нужен permit если он такой на тех как временный типа бассейн который на пластиковых опора ставится и там наливается туда вода такой как который просто устанавливается во дворе он недорогой там что-то 500 долларов или 1000 долларов стоит то для этого permit не нужен то есть имеется ввиду in ground то есть тот который заглублен в грунт следующее water heater permit водонагреватель значит permit для работ с канализацией требуется для перестановки любого water heater вообще переустановка water heater это не сложная задача там буквально три соединения нужно сделать и воду подключить горячую холодную но тем не менее работа нужны потому что хитрые бывают газовые бывают электрические там есть нюансы дальше water service replacement permit замена поставщика воды значит permit на канализацию требуется для замены поставщика воды окна и двери замена окон и дверей значит building permit требуется для замены всех типов окон и всех наружных дверей наружной наружная это обычно фронт-дор и бэк-дор если внутри между комнатами то ничего не надо включая sliding glass door and garage door garage door это обычная электрическая дверь которая вверх-вниз опускается поднимается и глаз-дор это в сторону отодвигающаяся дверь которая обычно на бэк-дор куда-то на бэкерд ведет или там еще куда-нибудь так утилити storage sheds то есть небольшое строение которое обычно стоят где-то во дворе которые предназначены для хранения там козонокосилок там и прочего значит все утилити шеда если они имеют фундамент залитый землю независимо от размера они требуют пермитов дальше написано на что не требуется пермита значит утилити шеда если это такой переставной утилити шед то есть маленький маленькая помещенница для хранения там грабеля газонокосилок и если она менее чем 400 сквеофитов не имеет фундамента дальше все работы которые имеют чисто косметическую природу покраски обои карпет kitchen кабинеты ну как правило гипсокартон если там где-то нужно заменить гипсокартон там где-то выровнять какие-то стены то есть это все обычно не требует пермита дальше ремонты с крышей менее чем четыре квадратных фута и дальше нас ведь и отправляют что если вам нужна более подробная информация пожалуйста обращайтесь флорида building коды чаптер такой-то секция такая-то значит смотрите откуда все эти пермиты вообще происходят и откуда эти правила коды происходят в каждом штате есть статут и в этом статуте ведь и есть специальный специальная глава которая посвящена вот этим вот строительству residential строительству коммерции коммерческому строительству и всем прочим значит мы идем к первоисточнику вот этот сайт если вы живете во флориде то вы можете прямо по этой ссылке пойти если вы живете в другом штате то вы забиваете в google название вашего штата пишите building коды и находите что-то подобное значит коды могут изменяться то есть коды допустим десятого года пятого и семнадцатого они могут отличаться и здесь видите восемь девять девять документов они все в открытом доступе их можно взять и прочитать например идем флорида билдинг коды июля семнадцатого года резиденшал видите заглавие очень организовано все грамотно и допустим идем конструирование стен и дженерал все описано как делается фрейминг деревянных стен какая древесина идет как она должна соединяться каким кодом регулируются то есть все 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 какой длины гвозди там используются и и вот пошли просто в таблице видите все фреймеры и карпентеры они все вот эти вот вещи знают они как бы и не надо коды рассказывать но если кто-то не в курсе то есть что идет на допустим на крышу что идет на стену какого размера доска топ плейд двойной топ плейд bottom плейд то есть все 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 из чего делается стены видите здесь описано поэтому когда когда мне задают вопросы а почему вот в америке делают вот так они делают вот так вот по-другому потому что есть флорида building коды и здесь вот это вот написано видите из чего делается пол из чего делается сапфор с какой толщины плейуда то есть все 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 вот это вот описано описание building элементов то есть вы можете если допустим вы идете в стран магазин строительных материалов да вы можете просто вот это все распечатать прийти к ним и сказать ребята мне нужны вот такие вот такие строительные материалы я там собрался стенку построить у себя в доме ну конечно гораздо проще если вы эту стенку попросите построить профессионального фреймера окей это было коротенькое видео о том каким образом вам находить ответы на вопросы какие работы требуют пермитинга как какие работы не требуют пермитинга значит маленький совет в конце этого видео если вы выбираете дом для флипа собираетесь его там ремонтировать и у вас есть два варианта например один вариант это дом ну при прочих равных условиях равных там ценах и равных равной потенциале по прибыли в одном доме вы видите что список работ таков что нужно переделать кухню нужно переделать ванную нужно заменить карпит нужно пейнтинг везде сделать нужно заменить еще там какую-то ерунду и вроде как все работы не требуют участия лицензированных специалистов ну за исключением там ванны может быть переустановки то это проще сделать чем если вы возьметесь за другой вариант где нужно там допустим заменить всю черепицу на крыше нужно переставить там три стены нужно заменить там 15 розеток поменять их местами нужно переставить два water heater или еще что-нибудь таком духе потому что во втором варианте вам нужно будет целый перечень разных пермитов и вам нужно на будет нанимать специалиста по речи оси лицензированного естественно вам нужно будет нанимать электрика лицензированного вам нужно будет у пламера лицензированного и это сильно увеличит ваш бюджет потому что эти работы вы не можете сами делать ну если у вас нет лицензии Пермит на данные виды работ может получить только обычно лицензированный контрактор То есть прийти самостоятельно, здравствуйте, я купил дом, я хочу поменять 15 розеток, переставить их местами, дайте мне пермит Вам обычно не дадут пермит, если у вас нет лицензии электрика Поэтому сразу приготовьтесь, что все эти работы, которые требуют пермитов и соответственно требуют лицензированных специалистов, они выйдут дороже Потому что лицензированные специалисты, они как правило не стоят 8 долларов в час или 9 долларов в час Работа лицензированного, допустим, электрика может стоить 30-40 долларов в час Работа лицензированного пламера может примерно столько же стоить Зависит от штата, ребят. Всегда понимаете, что работы, допустим, в Сан-Франциско, работы в Нью-Йорке и работы где-нибудь в Арканзасе очень сильно будут отличаться в цене. Они могут в 4-5 раз отличаться в цене. Понятно, да? Окей. Для неквалифицированных работ, где нужно просто сломать стену, просто отбить черепицу, просто вынести мусор, просто перекрасить все и так далее. На эти виды работ можно нанимать самых дешевых сотрудников, которых вы легко можете найти на крейс-листе или еще где-либо. И они, как правило, недорогие именно по той причине, что их работа не требует лицензирования. И если вы, ну, допустим, перекрашиваете весь дом, есть как бы два пути. Первый путь тяжелый, это которым идут обычно новички, они начинают сами все красить. И у вас может выйти так, что вы неделю будете перекрашивать весь дом и, возможно, даже по 2-3 раза одно и то же место. Если вы наймете бригаду, они вам перекрасят весь этот дом за один день, но вы просто заплатите за это, ну, допустим, там, 1000 долларов. Второй вариант обычно выходит как-то экономнее, просто потому что вы время экономите. Окей. Будут следующие видео, подписывайтесь на канал и в этом году у меня будет несколько репортажей из разных объектов, которые я покажу, где дома в процессе делания, где дома уже сделаны. И я покажу цифры, покажу примеры, что на этом можно зарабатывать. Всем хорошего 2018 года и пока. Субтитры сделал DimaTorzok